Так, пробка, пробка грандиозная. Смотрите, маршрутки со всех сторон окружили меня. Нет, сзади Рено. И просто это узкое место у нас, Харьковское шоссе. Выезд с улицы Привокзальная. Обычно, если там всего две полосы, то есть, если одна останавливается, начинается жесть просто со всех сторон. Тут я огородами объехал, дворами, лесами. И такое вот в итоге происходит все равно. Полная жесть. Да, полоса, по-видимому, одна. Ну, естественно, Харьковское шоссе, там две-три полосы сходятся в одну. Ну, и справа Привокзальная еще, там две полосы сходятся тоже в одну. Сходятся в одну. Маршрутка самая-самая-самая наглая. Ага, тут через тречку, ага, тут две занятые полосы. Класс, вообще шикардос просто. Сейчас покажу. Сейчас покажу эту жесть. Давайте, и мы посигналим, у нас сигнал хороший. Да, тут осталось пол полосы, короче. То есть, из-за этого, когда одна, все-таки чуть легче. А тут узкое место. Что дальше не едет? Непонятно. Ага, все понятно. Красавцы. Просто красавцы. Просто красавцы. Получается, они заняли, ну, заняли все практически. Причем, что на машинах ничего глобального нету. Да, там тиранули, там тиранули, там тиранули, там тиранули. И три красавца стоят, потому что выезжают при вокзальной, как попало обычно. Что-то люди считают, что они старостепенно выезжают, и все должны им уступить. И осталось, короче, пол полосы. Смотрите, навстречу, что творится. Так. Ну, и как раз актуально я камеру включил. Значит, топливо закончилось. Где-то 30-31 милю я проехал. Ну, там на бензине с утра пока нагревается. То есть, на 20 литрах я проехал 30 миль, грубо говоря. А это 50 километров. Это 50 километров. На 20 литрах. Расход 40. Ну, многовато. Чуть вроде как лучше. Но многовато. Сейчас мне надо проехать. Это жесть вообще. Назад, наверное, буду через Березняки ехать. Смотрите, это все причина вот аварии во встречной полосе. Потому что, ну, просто приходится частично заезжать на встречную. Из-за этого вот такая жесть. Сейчас будет... Сейчас будет Олегинградская площадь. Где-то только минут еще 15, и будет вот тут все стоять. Ну, еще пока едет там. Хотя там какие-то граммы были. Ну, неважно. Короче, 20 литров газа на 50 километров. То есть, получается, 40 литров расход у нас. Ну, меньше, чем в ЗИЛе. В 131. Но, вообще, конечно, для легковой машины. Пусть даже и по городу. Пусть короткие здесь были поездки. Были, ну, 35, я бы даже согласился. Ну, вот в таком коротком режиме. Ну, если бы вот на 35 вышли, там плюс-минус там где-то тянули. Где-то короткое это. Где-то там на холостых работало суровое. Компьютер подключали. Сейчас еще работает. Что у нас тут? Да, ну, 35 никак. Реально. Реальная сорокуха. То есть, без варианта. В принципе, практически ничего не изменилось. Сейчас буду звонить суровому. Говорить, что... У нас есть Макс, еще специалист. Не этот Макс, у которого Ауди, а другой еще есть любитель американского автопрома. У него Dodge, у него Wrangler. Его вы не видели на моих видео. Наверное. Нет, что-то видели. Я помогал тащить ему Wrangler. Перед покатухой как-то опаздывал. Но тащил на веревке. Что-то у него поломалось. И вот Макс говорит, что обмануть Chrysler по лямбдам не получается. Хотя, другие люди говорили, что получается. Суровый говорил, что тоже должно получиться. Где-то он там читал, смотрел. Ну, пока не получается. Макс говорит, купи две лямбды в Америке по 40 долларов и не морочь голову. Ну, похоже, придется так и сделать. Скорее всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!